всем привет ребятки ну что ж вышел у нас в распродажу лукаку сделаем его тест посмотрим как он играет погнали первое что про лукаку ну крутит он достаточно неплохо на самом деле такое чувство что при силе ударов 140 приблизительно все игроки крутят одинаково но с этой дугой то вот может не так мы что-то похоже ну как у я бы сказал крутит на уровне бандера именно на дальних ударах нормально средний крутит нормально заходит прямой удар вот прямой удар прошивной у него очень такой странно хороший то есть он прошивает очень хорошо в тех случаях где другие почему-то не прошивают вратарь берет он в этих случаях неплохо прошивают на 5 это все на уровне ощущениях есть конечно определенные минусы у него да вот на стоковом варианте ему ловкости не хватает сто процентов ловкость ему не хватает и не будет хватать скажем так даже нам ловкости 11 110 плюс но сланга сложнее заходить при этом по удару у него сланга нормально но вот с винтом он тяжелый тяжелый вот есть и бишевич такой же тяжелый но там по-моему ловкость повыше и он за счет под этой ловкости обходит лукаку не хватает этой ловкости скорость вроде здесь 130 но из-за ловкости шланга трудновато заходить его все равно защитники сжирают и бишевича не могли вроде толкали толкали но не могли оттолкнуть на той же силе а лукаку толкают пытается толкнуть но при этом в чем прикол еще лукаку он разбегается неплохо то есть когда мяч вперед он очень хорошо ускоряется очень хорошо ускоряется и правило защитник сзади вот если он побежал как носорог да он первый если он бежит не стоит не знаю с чем связано разбегается он неплохо головой головой тоже неплохо можно вешать на него спокойно головой бьет неплохо при том если вы не цепляет головой там прошивной удар идет головой хорошо бьет головой сто процентов на угловых вот он на угловых выходит часто на переднюю штангу и забивает на угловых лукаку но там насчет того как играет центральный защитник либо нападающих то лучше на этих угловых без разницы все зависит от позиции все зависит от позиции кто ближе к мячу будет так и сыграют ну факт в том что он теперь часто вот видите подменяет нападающего на этой позиции ведь прошивает неплохо защитник стать вот таким ударом головой прошивным не обладает как правило это связано именно что у него сила ударов 140 здесь ну я думаю попадет ну штанга перекладина попал бы был бы гол пасует пасует какие все мне кажется чуть похуже чем ауба но и бенгедр но этого хватает его надо именно в центре использовать из-за такой тяжелости что ли топорности вот он мне напоминает чем-то гомеса покажу чуть позже чем он не напоминает гомеса вроде меч недалеко отлетает ну иногда так косячит так косячит лукаку не знаю с чем связано может именно с модельки фиг его знает мяч иногда у него так отлетает вот не сказать что у него там дриблинг 140 и владение 129 как у гомеса дриблинг 140 и владение 140 иногда то есть у него как у гомеса есть какой-то баг это сто процентов две карточки какие-то багованные что ли я думаю с модельками связано с модельками здесь может толстый высокий рост но кабанчик поэтому так играет странно здесь прошьет нет мы здесь будет финт не успеет да с фланга не заходите трудновато все-таки сланга им заходить ну пинтит нормально будет ловкость еще выше там 110 сделайте будет попроще но опять же надо хотя бы 120 130 чтоб сланга заходил лучше 130 головой финт обходит здесь на финте главное по прямой траектории идти на финте когда делаете финт главное по прямой траектории идти тогда финт срабатывает вот видите вот здесь вот и бишечный на прошел бы а вот это косячок его смотрите как далеко мяч отлетает у гомеса там два шага три шага дополнительных он не бьет и этот как-то замирает мяч отлетает вот не знаю вот они с гомесом перед ударами иногда просто замирают не хотят бить но это косяк двух этих игроков не знаю что там с этими модельками сделали но есть определенные проблемы играть можно 100 процентов на втором напи в равную носорог подойдет быстро бегает ускорение будет 120 скорость еще можно сделать 140 ловкость выжмите до 110 будет 11 нормальный игрок можно бегать по два режима пока и